Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Солнечный яркий день, такой какой-то тихий, глубокий, осенний, густой такой. И я предлагаю вашему вниманию свой авторский ролик. Начну сначала. Здравствуйте, дорогие друзья! Со многими из вас мы прошли десятки лет. С кем-то прошли тысячелетия. Пропутешествовали на других планетах. И сегодня здесь, на этой платформе, мы встретились... Конечно, не случайно. Благодарю всех, что мы идем с вами вместе, и это гораздо интереснее и увлекательнее, можно сказать, как исследователи, по дорогам изучения земного мира и его формирования. На меня часто почему-то обижаются, что я кого-то не хвалю или кого-то не поощряю. Вот я и задумалась, почему я это должна делать. Более того, если человек продвинулся в группе, то он напористо требует, чтобы с моей стороны шла волна восхваления за его внутренние победы. И это в группе. В группе все происходит по геометрической возрастающей. Только успевай принимать. Но, тем не менее, требования ко мне периодически есть. И вот к чему я пришла, проживая в этом десятилетия осознанно. Сам человек не верит в себя и других и требует от меня подтверждения и дополнительной энергии. И это очень похоже, что я должна поставить печать, что это ты и это с тобой. Все произошло, можно. То есть все сводится опять к надежде. Во всех смыслах. К вере в себя. И как следствие этого к я могу или к могуществу. Но я же уже все отдала в медитации или в ролике. Что еще от меня требуется? Тоже пришлось на эту тему пораскинуть мозгами. Заметили, что эти слова знают все. Пораскинуть мозгами. Это ведь расширение, включающиеся от нашего намерения. И, конечно, мы всегда получаем ответы. Человек привык жить из слабой позиции и за него всегда должны думать кто-то. Хотя ответы идут. И ему надо просто тонко чувствовать. И он принимает ответы. Прямо пакеты информации. Да просто за эти годы отучили быть ответственными и самостоятельными и самодостаточными. Вот вся наша система земного мироустройства выстроена, чтобы человек был слабым и зависимым. Вот и отучили быть ответственными, самостоятельными и самодостаточными. И сейчас нам надо это вспомнить. Вы уже в своей жизни сталкивались на всех планах существования, что периодами хочется, чтобы кто-то пришел и все исправил или просто помог. Но ведь, когда сознание сливается с групповым и начинает работать группа, этого нет. Вот и ответ. Нуждающийся живет из эго. Часто совсем без надежды и без личных желаний. Что воля, что неволя, все одно. Что уж тут говорить. И у меня возникали мысли, чтобы кто-то занялся административным компьютером. Так надоели эти всякие помехи. Эти всякие маленькие противные ЧП. Но, когда я сказала, что мне всегда помогает Вселенная и я действую из своего могущества, по какому-то волшебному случаю прекратились эти казусные моменты и нервотрепки. Что же произошло? А это как в сказке. Мамки, няньки или по щучьему велению, по моему хотению, конечно, я наблюдала и анализировала, исследовала и позволяла свершиться чуду. И помощь из Вселенной пришла. И надо отметить, что я систематически трансформирую неугодное мне и делаю заявки в пространство-время о своих нуждах на входе. Я не жду, когда мне что-то случайно, как люди думают, перепадёт. А давайте я вам ещё раз скажу это. Хорошо? И помощь из Вселенной пришла. Но надо отметить, что я систематически трансформирую неугодное мне и делаю заявки в пространство-время о своих нуждах. это ответ. Откуда вы берёте силы так работать и день, и ночь? Часто слышу, а скажите, на каком я уровне? Но чтобы вообще мне включаться в эту тему, необходимо, чтобы задающий этот вопрос знал как минимум эти уровни. То есть был осведомлён. Или мне для начала нужно прочитать ему трактат о космическом огне, а потом отвечать. Мой ответ ничего не даст. Наоборот, навредит. И вот чувствуешь себя глупо. Тысячи роликов на этом канале и на других каналах и с разными подходами, и с разными многогранными предложениями, и с разными практиками. Как выйти на веру в себя, на своё могущество, как выйти на доверие к жизни и по-прежнему не живут? из центра могущества, из центра благодарения, из центра надежды, из центра любви ко всему живому, из центра контакта со всей Вселенной, из своей лучшей версии, в своей золотой сфере гармоничной событийности, ролик уже есть, четвёртый, пятый полимер, не пропусти золотая сфера гармоничной событийности, всё есть уже, но ведь сейчас сентябрь, и ничего не мешает попробовать или прочувствовать эту благодать дарения. По-прежнему ждут. Кто-то придёт, и кто-то всё сделает. Вот почему всё тянется. Потому что силы света ждут вашего взросления, вашей самодостаточности. А ждущий ждёт, когда всё уже само по себе произойдёт. Забывая напрочь, что всё происходит по закону соответствия, начните светить, и вам отразится ваш свет. Но как же светить, если живу без надежды и без могущества? Правильно? Никак. А ларчик просто открывался. Живите из своего желания. Из центра вашего желания. Почему вы спрашиваете меня когда? Почему требуете конкретики? Какая конкретика у любящего сердца? Оно любит в вечности и бесконечности абстрактно, а конкретика ниже, в линейности? Почему требуете ответить на вопрос «Я обязана?» Это ваша жизнь и личность ваша и ответы для вас у вашей души и у вашего духа. Когда можно на входе просто заявить, сделать заявку в мироздание. «Я позволяю душе и духу вести и помогать мне во всем». Вам уже мир 3D все показал и научил хорошо. Если так, то ответ такой, а если так, то ответ другой. Все уже обжигались тысячу раз и должны быть осторожными и внимательными и проницательными и в своих желаниях и в своих опытах и должны понимать, что мир 3D это мир полярный. Мир колебания. И когда предоставилась возможность жить иначе, то есть в мире едином, то вы уже должны все принять и выйти на могущество за счет принятия, доверия, слияния, благодарения, прощения, веры в себя, щедрости, надежды и любви. Выйти однозначно и бесповоротно, а не ждать спасения за счет мира 5D. по энергетике там сможет находиться только сформированная личность или творческая личность, которая как минимум построила свое тело света, которая как минимум наладила свои внутренние связи с душой и духом, которая как минимум живет из надежды в благоприятное будущее. не кто-то вам строит благоприятное будущее, а вы сами лично строите его себе. Из него же и живете. Все есть энергии. Что вы себе позволяете? берите больше. Это возможно. А уже сильная и опытная душа формостроит этот новый мир. И да, когда говорят, что за нас делать никто ничего не будет, дорогие друзья, то уже земная группа сотворяет этот новый мир и по закону соответствия привлекает галактические группы для сотворчества в этих единых энергиях во благо всем. Я понимаю, почему так говорят. Потому что вы на другом уровне. Вот и все. И если вы считаете, что никто ничего здесь на земле не делает, никаких космических программ не происходит, вы очень ошибаетесь. поэтому говорю вам, завершайте свои пессимистические энергии залипания прямо сейчас, если желаете жить без войн и зависимости. Самое удачное время для завершения своих тысячелетних опытов разделения. Понимаю, трудно, но замечаю, что те, кто преодолел свои многочисленные не могу, те переходят в могущество и могут. Могут сами позволить себе и верить и надеяться на благоприятный исход нашего земного путешествия. И это, дорогие друзья, возвращение или вознесение или выход из дуальности. Сначала уголь, потом неограненный алмаз, потом огранка, потом бриллиант, украшающий корону. Вот мы с вами в процессе огранки, когда вы отрекаетесь от жизни в зависимости, от своего эго и выходите в свет, свет вашей души. Вот больше прошу мне вопросов не задавать. На каком я уровне сознания? Мы все в процессе. И на каком уровне отвечу сразу всем в огранке своего алмаза. Если поблагодарили эго и живете из души и духа. А насчет похвалы? Творческий и любящий не нуждается ни в похвале, ни в лесте, ни в любви другого. Ничего ни от кого не требует. Для него это естественно. Дышать, любить, светить, творить. Он хвалит и благодарит сам себя. Потому что живет из могущества. Вот и благодарите, хвалите, любите, сотворяйте сами себя. Никто вам этого делать не должен. Впереди портал 909 и завершить все, что уже понято и пройдено с благодарностью возможно и необходимо. В новом мире не живут по старым законам. Они естественно отмирают. Как все изжившее, как осенние листья в сентябре. Новое солнце пришло, запылало, звездное семя уже проросло, свежее утро глаза всем открыло. Как хорошо! к ... ... ... ... ... Продолжение следует...